Привет всем, ребят! Xiaomi Redmi Note 5, он же Pro, он же Global, со Snapdragon 636, двумя камерами сзади. Подъехало еще нам немножко чехлов, с вами посмотрим. Кафеле OEM, либо он же кафеле, но без логотипа. Отличает его от всех других вот таких вот линий, как будто антенки повторяющиеся. Ну и вот такой вот дизайн. Тонкий, пятицветный чехол, силиконовый, мягкий. Вот так вот выглядит в нем телефон. И я скажу, что не утолщает вообще. Защитит от царапин корпус, от мелких ударов. Полностью по всем краям все защищено, вырезы четко совпадают. Пять цветов бывает, черный, красный, белый, розовый и синий, темно-синий. Вот так вот выглядит, бортиков практически нет. Все как обычно. Это кафели OEM, ну либо кафели. Кафели, если вы купите в коробке, будет то же самое. Следующий чехол, это чехол стоимостью до доллара. Силиконовый чехол, не тот, который ультратонкий, а немножко потолще. Вот так вот выглядит, бортики немножко повыше, чем у кафели. Все то же самое, он полностью прозрачный, не будет скрывать цвет вашего телефона. Отличается от ультратонких и тем, что он толще, наверное, раза в полтора. Эти уж очень форму не держат, даже при транспортировке, видите, они мнутся и назад уже восстановить их не удается. Этот будет получше. Со временем, возможно, тоже будет желтеть, как и тот. Следующий чехол, это чехол айпаки карбон. Хоть айпаки выпускает хоть кто-то другой, разницы нет. Вот так вот выглядит сверху и снизу по одной полосочке. Тоже выпускается в четырех цветах. Этот чехол уже можно назвать противоударным. Завышен у него бортик, вот видите. И довольно-таки существенно защищает телефон. Находится выше камеры. Вот так вот. Давно мы их видим уже на все модели. И являются одними из неплохих уже противоударных чехлов. Забыл сказать вам по бортикам. Здесь специально сделан такой бугорок. В кафеле все то же самое. То есть камера прячется в самое уязвимое место этого телефона. Это царапание камеры, потому что очень сильно она выпирает наверх. Следующий чехол, это чехол от фирмы DOS. Силиконовый у них есть обычный. Но это по сути вот этот, который я только что показывал. И противоударный с утолщенными углами. Выглядит довольно-таки массивно. И тоже защитит уже практически как карбон. Бортики высокие. Даже видно вот с наклеенным стеклом Нилкин. Все равно борты выше, чем стекло уже наклеенное, защитное на телефоне. Вот так вот выглядит, ну, любителям прозрачного цвета. Тому, кто не хочет скрывать цвет своего телефона. Бортик значительно выше, чем камера. Здесь тоже все в порядке. Чехол Нилкин Нейчи. Нилкин Натур. Вот так вот поставляется. Бывает полностью прозрачный, как вот этот. И прозрачный серенький. Может быть и бывают еще какие-то цвета. Отличительная особенность его от других. В большой цене стоит в районе 5 долларов. Логотип Нилкин. Тоненький, красивенький. Не знаю. Взяв вот этот в руки чехол, вот видите, за доллар. Я вижу то, что это два полностью одинаковых чехла. Только здесь есть надпись Нилкин. А здесь ее нет. И здесь Designed by Innovation. Discover by Innovation. Вот смотрите. Ну и здесь отличается. Здесь общие. Отверстия общие. Здесь разделены. Во всем остальном разницы я абсолютно никакой не вижу. Все так же они в мелкую-мелкую сеточку. Ну вот сможете увидеть. Нилкин якобы меньше желтеет со временем. У него, конечно, есть свои поклонники. И им ничего вы не докажете. Это как поклонники Xiaomi. Лучше ничего не бывает. Поэтому здесь судить только вам. Я увидел, что они полностью идентичны с тем чехлом. Впритык защищает заднюю камеру такой чехол. В принципе, находится на ее уровне. Скорее всего, будет царапать по столу. Либо где-то в другом месте. Последний чехол. Это чехол 360 градусов фирмы ЖКК. ЖК я их называю. В нескольких цветах выпускается вот черный с серебристым ободком. Вот черный полностью. ЖКК три буквы. Откладываются вот эти части. Верхние и нижние. Ну и здесь все нарисовано. Вот так вот вставляете центральную часть. После этого одевается верхняя. Ох, а дел так, что аж стекло отвалилось. Не отвалилось, а начало отъезжать. Так что будьте аккуратны, если наклеено стекло. Как раз размер его позволяет всунуть сюда стекло. И оно никоим образом не мешает бамперу. Вот так вот выглядит. Бортики не особо высокие. Но они есть и как раз на уровне тоже защитного стекла Нилкин, которое уже приклеено. Выглядит интересно за счет того, что защищаются те части, на которые обычно падает телефон. Углы. Углы вверх и вниз. 360 градусов. Полная защита. Чехол довольно-таки неплох. Пластиковый жесткий чехол. В принципе, если вам нравится, смело можно покупать. Все отверстия, видите, и сверху, и везде, все полностью соответствуют тому, что надо. И сюда можно вставить, я думаю, любое стекло, включая полноразмерное, с полным клеем, потому что запас по толщине достаточен, это точно. И по ширине тоже они не заходят на рамки, эти бампера. Поэтому все идеально. Вот так, ребят, будем смотреть дальше. Счастливо! Продолжение следует... Продолжение следует...